МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Время новостей на телеканале ЖТСУ в студии Елеман Раимбеков и судоперевод обеспечивает Марат Жмабеков. И начали выпуска коротко о самом важном. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Свободное передвижение. С 1 июня в большинстве регионов страны сняты блокпосты. На радость детям. День защиты детей в этом году проходит в необычном формате. За закрытыми дверями в женской колонии устроили настоящий праздник детям, рожденных в неволе. С 1 июня в Казахстане вводится послабление карантинных мер. Сняты санитарные и блокпосты. Передвижение на любом транспорте стало беспрепятственным. Однако с оговоркой. На регионы, где заболеваемость населения выше 7%, сие послабление не распространяется. По официальным данным в Алматинской области, за сутки зарегистрировано еще 8 заболевших. Какова в целом ситуация? Продолжение сюжета. Первый день лета ознаменовался существенными послаблениями карантинных мер, так как распространение коронавируса удалось сдержать и стабилизировать. С сегодняшнего дня разрешена деятельность 70% сотрудников государственных органов и национальных компаний в обычном, недистанционном режиме. Заработали все виды лаборатории, промышленные и производственные объекты. И главное, сняты санитарные и блокпосты по всей территории Казахстана. Поэтому передвижение внутри и между населенными пунктами будет беспрепятственным. А вот пляжный сезон начнется с 13 июня. Касательно объектов туризма, они в данное время уже работают. До этого мы давали разрешение на подготовку этих объектов. В данное время они подготовлены, принимают, могут сегодня посетители, базы отдыха, другие объекты туризма, где нет пляжей, побережья. Где пляжи, побережья, касательные Алакули, будут работать они с приемом посетителей с 13 июня. К тому времени вода прогреется и подготовительные мероприятия еще продолжатся. С 1 июня доступны стали для прогулок парки и скверы. Из сверхуслуг возобновлена деятельность фитнес-центров, бань, саун, бассейнов, спа и массажных центров. Заработали также объекты общественного питания, до 50 посадочных мест. Наконец-то мы открылись, два месяца сидели. Конечно, было тяжело. У всех, у каждого есть кредиты большие, есть долги большие. Ну, вышли наконец-то. Все сотрудники, начиная с поваров, заканчивая до техничек, все надевают маски, не снимая. Каждый через два часа маски меняются. Также одеваем все перчатки. Антисептики, в каждых золах антисептики стоят. И, соответственно, тепловизоры. Каждого гостя мы проверяем температуру. Если температура превышена, то гостя не запускаем. Однако это совсем не значит, что угроза коронавируса миновала окончательно. Карантин в виде регулярных дезинфекций, дистанцирования и использования средств индивидуальной защиты продолжает действовать на территории всей области. Запрещается также проведение семейных мероприятий, памятных мероприятий, массовым скоплением людей и также спортивных мероприятий в закрытых помещениях. На сегодняшний день приостановлена деятельность следующих объектов. Это кинотеатры, выставки, интернет- и компьютерные клубы и горные заведения. Объекты общественного питания свыше 50 посадочных мест, за исключением организации онлайн-доставки заказов. Ночных клубов, кальянных, развлекательных объектов, бухмекерские, бильярдные и караоке, пестейшн-клубы, квесты, анти-кафе, боулинг-центры. Детские оздоровительные объекты, детские оздоровительные нагеря тоже закрыты и организации дополнительного образования. Сейчас в Алматинской области число зараженных составляет 361 человек. 181 из них вылечились и успешно выписаны. Алматинская барахолка возобновляет работу. Как сообщили в оперативном штабе Южной столицы, функционирование объектов разрешено при условии строгого соблюдения всех противоэпидемических мер. Перед началом работы организациям нужно ознакомиться с положениями постановления главного санворача Алматы. Далее они должны подготовить объекты в соответствии со всеми необходимыми требованиями. В их числе соблюдение усиленного санитарно-дезинфекционного режима в помещении, социальное дистанцирование и другие. В целом ожидается, что к работе вернутся свыше 900 объектов с общей численностью более 7000 человек. 14 торговых центров закрыли из-за нарушения санитарных норм в Нур-Султане. В ходе мониторинга выявлены недочеты на 22 объектах. Ранее из-за нарушения санитарных норм было закрыто 34 объекта, в числе которых стройкомпании, магазины, кафе, рестораны. Объекты не будут открыты до тех пор, пока не обеспечат соблюдение жестких санитарных эпидемиологических норм. 150 предприятий получили предупреждение. С сегодняшнего дня в Атаро полностью отменяется карантин. Снимаются временные ограничения и возобновляется работа организаций и предприятий всех форм собственности в штатном режиме. Начинает функционировать аэропорт, железнодорожный вокзал и автостанции. Об этом говорится в постановлении главного санитарного врача Атаро-Алской области Темребека Мусагалиева. Карантин в регионе сохраняется в поселке Макат, Жиловойском районе и на месторождении Тингиз. Праздник детства в онлайн формате. Алматинская область славится талантами. Это еще раз доказала онлайн акция «Мы счастливые дети», организованная сотрудниками областной ассамблеи народа Казахстана и Центра общественного согласия Дома дружбы. В честь Международного дня защиты детей. В рамках акции ребята из разных уголков Алматинской области публиковали в социальных сетях ролики, в которых поздравляли всех с праздником детства, исполняли песни или читали стихи на тему Родины, мира и дружбы. В творческом онлайн конкурсе приняли участие около 60 детей в возрасте до 13 лет. От имени организаторов всем участникам акции будут отправлены благодарственные письма. Цель акции – повысить интерес к произведениям известных казахстанских поэтов-композиторов и предоставить возможность детям раскрыть свои таланты. В мире нет ничего более важного и ценного, как дети и детство. Наша задача взрослых состоит в том, чтобы на планете все девчонки и мальчишки были счастливыми, а для этого необходимо окружать детей любовью и заботой, вниманием, отдавать им тепло своих сердец. Поздравляю всех с праздником, с Международным Днём Защиты Детей. Желаю всем мира, согласия, любви, чтобы дети наши росли здоровыми и счастливыми. Не отнимайте солнце у детей, И жизнь Земли вовеки не прервётся, Чтоб над землёй звучало каждый день, Пусть всегда будет солнце, пусть всегда будет солнце. Подари радость! Необычное поздравление организовали для детей с ограниченными возможностями в Талдыкургане. Сотрудники реабилитационного центра «Байтирек» навестили своих воспитанников в образах сказочных персонажей. Этот день защиты для семилетней дельфи Рюзы Омарбаевой запомнится на всю жизнь. Поздравить девочку приехали любимые персонажи мультиков и кино. Переодетые аниматоры вручили девочке игрушки и пожелали счастья и здоровья. Сегодня для нас неожиданностью было, пришли, поздравили нас с Днём защиты детей. Это вот нереально было во время карантина, то, что придут поздравят, это было неожиданно. Мой ребёнок, Омарбаева дельфи Руза, она ходит в реабилитационный центр в течение пяти лет. Развитие, психологическая адаптация идёт, социальная реабилитация идёт. Там не только работает лечебная физкультура, но мы также получаем и психологическую помощь. У нас очень часто проходят там концерты, ребёнок развивается. Мы никак не можем дождаться, когда его откроют, особенно ребёнок. Всего в этот день неравнодушные активисты осчастливили 15 воспитанников реабилитационного центра «Байтирек». К данному мероприятию коллектив центра подошёл со всей серьёзностью. Несмотря на сказочность образов, маски и перчатки у всех героев. Наши спонсоры – это планета Арзан. Мы им очень благодарны. Спасибо им за такую поддержку, за помощь. Соблюдаем все санитарные нормы, соблюдаем дезинфекцию. У нас у всех обеспечены масками, перчатками, антисептическими средствами. В реабилитационном центре дневного пребывания «Байтирек» в пяти группах воспитываются 95 детей. Им оказывают 8 видов социальных услуг. В скором времени они намерены расширяться и принять ещё больше детей. Дамир Анитов, Мадиб Айбосынов, Телеканал ЖИЦУ. Праздничная атмосфера заполнила всё пространство Талакурганского центра. Дети Центра оказания специальных социальных услуг «Хамкор» и филиала общественного объединения «Казахское медицинское общество». К празднику готовились заранее и воспитатели, и воспитанники. И вот, что из этого получилось. Этот праздник дети Центра оказания специальных социальных услуг «Хамкор» ждут с нетерпением. Получать подарки и быть в центре внимания хочет каждый. И именно в этот день им предоставляется такая возможность. Несмотря на долю выпавших им испытаний, детишки с особыми потребностями забывают о своих недугах и выкладываются на торжестве на все 100%. Они поют, танцуют и стараются понравиться каждому своему зрителю. С праздником всех детей на этом свете. Поздравляю всех, всех. Пускай будут счастливы все дети. Никогда, чтобы не болели. Всё хорошо, чтобы у них было. К этому дню, празднику защиты детей, наши воспитанники готовились с особым трепетом. Потому что они знают, что сегодня к нам придут много гостей, принесут им большое количество подарков. В нашем центре 101 ребёнок от 3 до 18 лет. Пользуясь случаем, хочу поблагодарить все государственные органы, которые оказали содействие и подарили кусочек счастья каждому ребёнку нашего центра. Подарки подготовили сотрудники учебно-тренировочного взвода ДВД, областной прокуратуры, партии Нур-Отан, её молодёжного крыла, а также областной универсальной библиотеки имени Исакена Сейфулина. В честь этого дня мы совместно с Молодёжным крылом Жасутан организовали несколько акций. Поздравили детишек центра Камкор, а также детского реабилитационного центра для детей-инвалидов Казахского медицинского общества. Это самый добрый праздник в мире. Дарить детям радость – это наш долг, и мы с удовольствием его выполняем. Помимо своей основной работы, шефы праздника ведут систематическую идеологическую работу. Сотрудники библиотеки имени Исакена Сейфулина организовали шесть онлайн-мероприятий. Это викторина для детской аудитории соцсетей под названием «Что, где, когда», конкурс «Семейное фото с любимой книгой» и многое другое. Они уверены, что их усилия, хотя и косвенно, но всё же повлияли на то, что с 2015 года более 30 воспитанников центра вернулись в семью. Дорога в школу или за покупками у многодетной семьи Карибаевых теперь не займёт слишком много времени. Специально к празднику меценаты подарили им 12-местный автомобиль. Семья Карибаевых из села Каргалы Жамбулского района известна не только в Алматинской области, но и во всём Казахстане. В семье девять детей, семь из которых ранее воспитывались в детском доме. В 2018 году Карибаевы вошли в список 16 лучших семей Казахстана, выиграв региональный конкурс «Мирейли-Отбасса» в Алматинской области. По словам Алии Карибаевой, выезд куда-либо всей семьёй или хотя бы её частью было проблемой и вызывало массу трудностей. Об этом стало известно и местным властям. Аким района «Багдад Али» взял этот вопрос на личный контроль и в итоге нашёл спонсора. 12-местный минивэн вручили перед зданием районного Акимата. Ключи семье лично передал председатель международной компании «Кусто Групп» Ерген Татишев. Вы знаете, эмоции переполняют. Прямо это как в сказке. Для нас это очень радостная новость, событие. Мы мечтали об этом уже три года. Мечты сбываются. Я хотел бы всем сказать, что здесь надо верить в чудеса, надо верить в людей. Теперь наша семья может кататься, ездить, посещать различные мероприятия, быть на различных театрах, концерты ездить по всему Казахстану. То есть мы можем отдыхать, можем нести действительно добро, которое нам сегодня сделала эта компания «Кусто Групп». Это один из многих примеров работы проекта «Кусто Хелпп», который с момента своего существования предоставил продуктовую помощь около 11 тысяч семьям по всей стране, обеспечил медицинские организации страны защитными комбинезонами, медицинскими масками, защитными экранами. Также вручили 400 ноутбуков для малоимущих детей. В рамках нашего проекта «Кусто Хелпп», который мы объявили во время пандемии, во времена карантина, как раз на 1 миллиард тенге, поддержка уязвленных слоев населения на территории всего Казахстана, нам получилось помочь порядка 11 тысяч семей в самых разных формах, более 5 тысяч медицинских работников в самых разных районах страны. И сегодня у нас есть небольшой подарок семье, который мы случайно встретили, когда работали здесь, в районе Вознагаши, и заехали к ним домой и увидели, что у нас есть такие люди удивительные, добрые, которые заботятся о целой большой семье. У них в семье 9 детей самых разных национальностей, которых они воспитывают, в казахских традициях воспитывают со степной любовью. Этот день стал знаменательным не только для семьи Корибаевых. Аким Жамбулского района Багдад Алиев подарил планшеты 16 детям, оставшимся без попечения родителей, воспитывающихся в домах семейного типа. Глава района также поздравил их с Днем защиты детей. Сейчас планшет очень нужная вещь, особенно в учебных целях. Надеюсь, этот подарок хорошо послужит в вашем развитии, отметил Аким. Аделя Кжаркенова, Ербол Атантелов, телеканал ЖИТСУ. Карантин празднику не помеха. Весьма неординарно толкурканских детей поздравила активная молодежь ЖИТСУ. Шоу-программа с участием артистов, аниматоров и волонтеров развернулась во дворах областного центра. Особое удовольствие концерт доставил тем, кто сейчас находится в изоляции. Далее расскажет наш корреспондент. Давайте поддержим аплодисментами! Двор многоэтажек микрорайона Самал стал самой настоящей дэнс-площадкой. Организаторы зазывали всех, кто проходил мимо, кто вышел погулять. Так неожиданно для себя дети и сопровождающие их взрослые стали участниками веселой программы. Спасибо большое! Я так рада, что к нам приехали аниматоры. Настроение просто на высшем уровне. Большое спасибо за подарок! Я очень люблю этот праздник. Меня поздравила мама. Мне очень нравится вот этот танцы. Вот этот праздник. Было неожиданно, но мне нравится. Сегодня день это хороший. Но в этот день всех поздравляю детей. Мамы, папы. Оригинальной оказалась и доставка подарков детям, находящимся на карантине. Пусть их принес не Карлосон, а организаторы праздника на гидроподъемнике. Эмоций у ребятишек меньше не стало. Радостные улыбки передача подарков в окна и на балконы вызвала и на лицах взрослых. Всего в ходе мероприятия роздано около 500 подарков. Данное мероприятие инициировано Управлением молодежной политики Алматинской области и Региональным управлением образования. Аниматоры и артисты репетировали свои лучшие номера. Мы основательно подбирали музыку и костюмы. Дети – цветы нашей жизни. И мы должны им дать все самое лучшее. Необходимо систематически уделять им внимание и дарить радость. Тогда они вырастут достойными гражданами. Желаю каждому ребенку счастья, здоровья и успехов. Поздравляю с праздником. Организаторы надеются, что подготовленная ими шоу-программа запомнится маленьким горожанам надолго. А кого-то даже сподвигнет мысль неординарно и в дальнейшем работать именно в сфере воспитания детей. Поскольку в течение дня выездным концертом активная молодежь охватила все микрорайоны и дачные массивы Талдукургана. Ануар Амангельдинов, Нурбек Журмбаев, телеканал ЖТСУ. Все лучшее детям. В Международный день защиты детей юным жителям города Уштубе подарили яркое настроение. И хотя из-за пандемии все массовые мероприятия отменены, находчивые волонтеры смогли организовать праздник и бесконтактно. Но не менее интересно. В этом году первый день лета для Уштубинских детей с особыми потребностями прошел необычно. И хотя карантинные мероприятия вынуждают ребятишек не покидать стень родного дома, но с раннего утра их ждала веселая по-настоящему праздничная программа. Организаторы красочного мероприятия, Каратальский районный центр для детей с ограниченными возможностями, местные предприниматели и ребята из волонтерского центра «Лидер Киезет» подарили особенным детям яркое настроение с клоунами, мыльными пузырями, подарками и сладостями. Сегодня наш координатор города Уштубин и координатор города Талдыкуган решили поздравить деток именно в Уштубин. Привезли деткам подарки, совместно с компанией «Пятифуд». Хотим поздравить деток с Днем защиты детей, с их праздником, пожелать им. Самое главное – это здоровья. Здоровья, успехов в учебе, в дальнейшей их жизни. Я говорю, спасибо вам, очень спасибо за эти подарки. Хочу, чтобы карантин наш обошел, стал мной, и я уже поскорее бы в центр пошел. День защиты детей 2020 запомнится воспитанникам Каратальского центра еще и тем, что сегодня им посчастливилось принять участие в Республиканском инклюзивном онлайн-фестивале креативных навыков «Я творец нового мира». Мероприятие организовано при поддержке фонда первого президента. На онлайн-мастер-классе ребята делали первые шаги в создании простых анимационных историй. Следует отметить, что в центре проходят адаптацию и обучение 52 воспитанника. Ни один из них не остался без подарка. Объединившись с профсоюзом энергетиков и госслужащих, мы ежегодно проводим широкомасштабные акции вот уже более пяти лет. Это стало традицией. Жаль, что из-за карантина мы, как и раньше, не можем устраивать для детей концертные программы. Но мы их поздравили в онлайн-формате и для каждого приготовили подарки. Стоит сказать, что за все время карантина специалисты центра не теряли времени зря. Они подготовили и раздали родителям своих воспитанников рекомендации и занятия по оказанию специальных социально-психологических услуг в онлайн-режиме. Евгения Присяжина, Осет Дусинбек, телеканал ЖТСУ, Каратальский район. Продолжаем выпуск. Праздник детства за закрытыми дверями. В женской колонии департамента УИС Палматинской области отметили День защиты детей. Мероприятие особое и для малышей, и для их мам. Праздник детей, рожденных в неволе, в учреждении проводится уже несколько лет. И с каждым годом он становится масштабнее и ярче. Улыбающиеся малыши и их любящие мамы. Казалось бы, обычный праздник, но нет. Для участников этого торжества праздник поистине особый. Ведь в неволе не так часто удается подарить детям радость, делятся женщины. Женская колония в Алматинской области – единственное подобное учреждение Казахстана, где имеется детский городок. Только за последние 20 лет здесь появилось на свет 509 малышей. Для них всегда стараются создать самые лучшие условия. Хочу отметить участие нашей администрации, учреждения, различных общественных фондов. Так как благодаря им у детей хорошее питание, нам выдают игрушки, проводятся мероприятия. Благодаря также общественным фондам дети имеют возможность смотреть мультфильмы на хороших телевизорах. Мы не замечаем, когда находимся в других условиях и не ценим того, что имеем. Например, когда мы можем пойти в парк, спокойно погулять. Не ценим того, когда есть мама, папа рядом, есть бабушка, дедушка, которые любят баловать нас, которые любят баловать наших внуков. Это все принимаем как должное. Но здесь это особенно ценится. Сегодня в детском городке при женской колонии проживает 19 малышей в возрасте до 3 лет. В честь Дня защиты детей каждому из них сделан замечательный подарок. Осужденные из подручных средств сшили деткам большие мягкие игрушки. Этого волшебного слоника делали специально для особой малышки, болеющей лицепе. Этот игрушечный слон создан руками наших заботливых женщин. Они вложили в него частицу своей души с пожеланиями здоровья и счастья. Хочется, чтобы все эти пожелания обязательно исполнились. И наша девочка всегда была счастливой. Каждый год женщины в колонии проводят для малышей интересные и насыщенные праздники. В этом году, соблюдая карантин, они подготовили и записали для деток видеосказку. И, конечно, не обошелся праздник без сладких сюрпризов и добрых пожеланий, чтобы мамы и их дети всегда были здоровы и счастливы на свободе. Надежда Белова, телеканал ЖТСУ. При информационной поддержке ДУИ Салматинской области и МВД Республики Казахстан. Руками не трогать. В норвежском городке Боргунд готовится к посткоронавирусному открытию Ставкирки. Одной из знаменитых деревянских церквей, построенных в XII веке. Она за восемь веков практически не изменилась. Даже засовы здесь деревянные. В новых условиях здание необходимо было бы продезинфицировать. Но химикаты попросту разрушат древний брус. Оставить Ставкирку закрытые норвежцы тоже не решаются. Это один из символов их страны. Деревянное зодчество Средневековья объединило в себе и христианские, и языческие мотивы. Варшава полна решимости завершить строительство канала через Вислинскую косу. Это делается, чтобы связать польскую часть залива с Балтийским морем. Сейчас пройти сюда корабли могут только через российские воды. Против канала через Вислинскую косу выступают некоторые оппозиционные объединения и экологи. Политики обращают внимание на стоимость проекта и сомневаются, что он окупится. Эко-активисты говорят о бессмысленном уничтожении природных территорий. Комендантский час введен по меньшей мере в 25 крупных городах США из-за беспорядков, которыми сопровождаются протесты в поддержку афроамериканца Джорджа Флойда, скончавшегося после жесткого задержания. Мирные митинги и манифестации повсеместные перерасают в погромы магазинов и предприятий. Горят полицейские участки и автомобили. В ходе столкновений и беспорядочной стрельбы гибнут люди. Напомним, афроамериканец Джордж Флойд погиб 25 мая 2020 года. После того, как белый полицейский из Миннеополиса Дерек Шовин прижал ему коленом шею и продержал его так более 7 минут. На просьбы и мольбы сотрудник полиции никак не среагировал. Это была вся информация к этому часу. Спасибо за внимание. Встретимся завтра в это же время. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова